Меня зовут Екатерина Виноградова. Я работаю сейчас журналистом в одной из крупнейших российских газет. Пишу про экономику, про финансы, регулярно взаимодействую с властью в лице аппарата правительства, Минэкономразвития, Министерства финансов. И, в общем-то, я полностью погружена в финансовую, в экономическую тематику. Но... В последнее время я все чаще стала думать о том, что под мои базовые знания об экономических и финансовых процессах нужно подвести какую-то более конкретную, общеобразовательную базу. Я выпускница МГУ, но не экономического направления, поэтому сейчас я бы хотела продолжить свое обучение и как раз-таки углубить свои знания в магистратуре финансового факультета РЭО имени Плеханова. Мне кажется, что это будет действительно очень важный и полезный опыт для меня, потому что я неоднократно в своей профессиональной деятельности общалась с преподавателями и сотрудниками РЭО. И абсолютно каждый из них показался мне очень серьезным, очень глубоким специалистом в своей области. И мне было бы очень интересно пообщаться с ними не только в формате экспертного комментария для газетной статьи, но и просто повзаимодействовать в учебной аудитории. За 10 лет, которые прошли с момента открытия первой магистрской программы на финансовом факультете, и теперь у нас их 9, обучение у нас прошли ребята с совершенно разным базовым образованием. Выпускниками магистрских программ по финансам и кредиту по экономике стали выпускники, которые имели первое образование, такой как режиссер театральных курсов, выпускники Гнесинки и даже юристы. Любой студент, который обучается на нашей программе, как правило, преследует цель карьерного роста. Этот человек может уже работать в финансовой сфере, но не иметь профессионального образования, поэтому ему нужна магистратура по данному направлению. Этот человек может планировать стать финансовым директором, тогда ему тем более нужно профильное образование. И по большому счету не особенно важно даже, какое первичное образование у него было. Если человек готов учиться, если он хочет знать все о финансах, об экономике, он на любой нашей программе сможет освоить эти инструменты. То есть он сможет работать в любой компании, в любой структуре, где есть финансово-денежные отношения. Как вы понимаете, это в общем-то везде. Редактор субтитров А.Семкин